Всем привет, мои любимые фанаты великолепного века, с вами Кира Котова и сегодня хотелось бы поговорить о том, почему же Хюрем ненавидели все сестры Сулеймана. А также хотелось бы вам напомнить, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик, с вами будет еще интереснее. Предположительно у Султана Сулеймана было 10 сестер, к сожалению в то время учет рожденных девочек практически не велся, поэтому сложно сказать точную цифру. В сериале нам показали всего 4 сестер, но я думаю и этого хватит, чтобы показать как сильно они любили Хюрем. Если проанализировать, то можно выделить несколько причин этой ненависти. Первое. Хюрем смогла внести некий хаус в Гарем, привычная жизнь ушла в прошлое. Султан же изменила многовековые традиции Гарема, что было непозволительно и возмутительно. Еще ни одна рабыня не могла управлять правилами. Второе. Султан Сулейман подарил Хюрем ее личное звание, которое было выше всех кроме Валиде. Простая рабыня смогла переплюнуть сестер и стать главнее и выше их. Мы все знаем, какими были султанши, надменные и властные. Их всю жизнь воспитывали так, а тут самолюбие было затронуто и не на шутку. Сестры были вынуждены слушаться Хюрем и подчиняться ей. Третье. Все считали Махидевран главной женщиной Сулеймана. Первый Шизаде Мустафа был рожден для того, чтобы взойти на престол. Но Хюрем уверенно шла к своей цели. Она затмевала Махидевран и султаншу все жалели и пытались помочь. Четвертое. Хюрем нашла свою любовь. Она была любима и любила. Принцессы не могли испытать этого чувства, так как их отдавали замуж чаще всего за старых пашей. Конечно же, для решения политических проблем. Женская зависть, она съедает тебя изнутри. Когда тебе плохо, ты властная, но ничего не можешь поделать. А тем временем рабыня без рода и племени любит и любима самим султаном. Взять Хатидже, она все время винила Хюрем. Именно она испортила всю ей жизнь. Она подговорила султана и убила любовь всей ее жизни. Но, к сожалению, Хатидже не смогла пережить такую потерю. Что касается шах-султан, она старалась понять Хюрем, но все закончилось, когда погиб Ибрагим. Всем было известно, что султанша любила пашу. На эту тему у нас есть видео. Вы можете ознакомиться по подсказке выше или по ссылке в описании к данному видео. Сколько козни строила шах-султан Хюрем, но она всегда была на шаг впереди. Когда украли Хюрем, по этой теме у нас тоже есть видео. Вы можете перейти по подсказке выше или по ссылке к описанию данного видео. Мехримах выгнала шах-султан. Султанша призналась, что Мехримах не похожа на Хюрем. Она и есть Хюрем. Фатьма-султан уже встретилась с сильной и властной Хюрем. Султанша легко выгнала Фатьму из дворца и сделала ее вдовой. Козни своих любимых сестер против Хюрем были очень интересны. За развитием событий хотелось наблюдать. Но мне кажется, что сценаристы могли сделать чуть-чуть заключеннее сюжет. Не дотянули, но все равно было очень интересно. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно делите свое мнение в комментариях. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик. С нами будет еще интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok